Итак, ребята, всем привет! Начинаем сегодня с утра пораньше. Приехал я в одно местечко, хотя можно было даже и не ехать, можно было пройти пешочком. Копать я буду сегодня в родной деревне на месте старого дома. Место подснесли, был дом, были у меня видеосюжеты, где я здесь копал, когда еще существовал дом. Находки просто были шикарные, а сейчас я именно сейчас выкладываю фрагменты. Вот вы сейчас видите фрагменты именно того самого места, где я копал и назвал его просто шикарным шурфом. Тем, что находки были шикарные, царского времени, советики попадались, был огромный крест латунный и большое количество царских бутылочек. И сегодня я вернулся на это же место, но долго сюда не возвращался, как-то мне было неудобно не по себе копать здесь. Почему? Потому что, наверное, по шумовому эффекту вы видите, что я нахожусь около дороги. И не просто около дороги. Так, раз, два, три метра, три метра и проходит трасса. Трасса на Тольятти. Представляете? Просто как-то дискомфорт испытываешь, но все-таки набрался я наглости, смелости и вышел сегодня на этот коп. Сегодня у нас будничные дни. Все парни, с кем я копаю, у нас работают. Я сегодня выходной, отдыхаю и решил воспользоваться случаем поковыряться. Так что сейчас я вам покажу то место, где я буду сегодня копать. Ну а копать, ребята, я буду вот здесь вот. Именно вот этот шурф хочу разработать. Здесь у меня все шурфленое. И, как видите, машины ходят совсем рядышком. Четверть дома я говорю про шурфил. Все вот это пространство было шурфленое. Вот оно, вот это все. И у меня остался вот этот участок и туда дальше дом. Как вы видите, старое место. Конечно, будет стремно здесь копать. Но делать уж придется, придется. Начну я вот с этого уголка, вот здесь вот. А там посмотрим. Итак, ребята, остремно еще вот в чем. То, что неподалеку здесь находится пункт милиции. Буквально в трех минутах отсюда. Думаю, мне сегодня повезет. И не буду я иметь дело именно с этим государственным казенным заведением. Так что вот так вот. Сейчас я вам... Ну, в принципе, да. Три минуты ходьбы отсюда. Но факт в том, что мне хозяин разрешил. У меня с ним условная договоренность. Дал добро. Он это место выкупил под строительство. Я подъехал, спросил. Он мне, в принципе, без всяких вопросов и разрешил. Так что воспользуемся случаем. Пока здесь строительство не началось. Надо все это обследовать. Место. Иначе все находки уйдут в небытие. И никогда их больше не отыщем. Так что все. Я переоделся. Расчехлился. Берем лопату. Поковыряем. А потом прозвоним. Ну и смотрим, конечно. Первый же шурф. А в этом году, надеюсь, будет удачным. Итак, получился у меня вот такой вот котлован. Небольшой. Ну, глубиной, наверное, по колено. Штык лопаты. Полностью был мусор. Неприятный такой вот. Выкопал ложечку. Пуговку с ушком не снимал. И вот такой вот, не знаю, какой-то, блин, украшение какое-то непонятное. Кто скажет, подскажите. Это, походу, медь или латунь. Вот так вот она окислилась. Была после пожара. Так что вот такая вот штучка. Что это за народное такое украшение? Возможно, какое-то древнее. Кто знает, подскажите. Я его, конечно, заберу. Вот. И находка у меня, которая стоила скоро ожидать. Это у нас монетка. Что за монетка, пока не знаю. Сейчас сполосну и вам покажу. Смутные сомнения. Какой-то, наверное, советик. Сейчас сполосну, посмотрим. Ну да, ребята, это у нас фуфел местный ходячий. Это 5 рублей. Офигеть. С такой глубиной. Значит, надо глубже копать. Чтобы до царей или хотя бы до советов докопаться. Смотрим. Наконец-то монитос. И монетка, надеюсь. Ну да, монетка у нас советская. 15 копеек в квадрате 57-го года. Вот такой вот монеток. Ладно. Не густо. Но и не пусто. Продолжаем. Сейчас сотрудники милиции проезжали. Глянули на меня косо. Но проехали. Ладно. Смотрим. Продолжаем. Так, ребята. Наконец-то монета. Желтенькая. Чистенькая. Советская. Трешка. 3 копейки 55-го года. Вот такой вот монеток. Второй советский сигнал. И советская монета. Ладно. 57-й, 55-й пойдет. И посмотрим по каталогу. Это у нас трешка 55-го. Собестоимость 30 рублей. Вот такая трешечка у нас. Немного с дефектом. Но ничего. Итак, ребята. Присыпал я свой шурф. Устал я от чего-то. Обходя свой шурфик. Наткнулся вот на такую диковинку. Смотрите. И это не пизда. Я не вру. Так на самом деле. И есть, и было. Не знаю, надо помыть. Хочу слинять с этого места. Уж больно здесь. Много. Миллион глаз. В прямом смысле миллион глаз. Машины то и дело. Туда-сюда шныряют. По находкам не особо получилось. Две ложки. Три монетки. Конинка. Пуговка. И вот такая вот царская корона. Приятная вещица. Ну а в целом. Не оправдался мой шурфик, который я запланировал. Думал здесь будет обилие находок, как в прошлый раз. Но нет. Все находки были вот здесь вот. А сейчас этого нету, к сожалению. Хотя дом большой. Но повторюсь, глаз тут очень много. Миллион. Миллион. Так что надо смотаться куда-нибудь. В местечко поскромнее. Где тишина и покой. Ладно, сейчас монетку почищу. Что это у нас такое? Непонятно. Смотрим. Так, ребята. Решила заскочить вот в такой домик. Он после пожара. Я слышал, хозяев нету. Были здесь в прошлом алкоголики. Последние хозяева. Это, как вы видите, по оконным аркам. Дом, в принципе, старый. Революционного времени. Конечно, потолок наладом дышит. То есть, гляди, обвалится. И тихонечко я хочу, вот смотрите, в какое пространство залезть. Там, конечно, все замусорено. Банки, бутылки. Много всего. И я сейчас хочу спуститься вниз. Посмотреть, что у нас там. Интересный прибор я с собой не взял. Шуметь лишний раз не хочу. Но пин оказался со мной. И сейчас спустимся. Посмотрим, что там. Итак, погрузились мы в такое вот подземелье. Очень сильно замусорено. Все здесь обледененное. Пар изо рта идет. Снег кое-где лежит. И стойки, смотрите, наклонились. Здорово. И вот не знаю, стоит ли вообще здесь мне что-то делать. Ладно, сейчас, наверное, вылазить будем. Вот такая вот, ребята, остается после себя человек. Все это потом сравняется и получится дымовая яма. Может, часто вы встречаете вот такие столбушки в дымовой яме. И вот здесь вот внизу у нас всегда находки. Так что я вам показал пример, где в основном бывают находки в дымовой яме. Между прочим, вот видите, такая вот брусчатая. И сейчас покажу. Вот она брусчатка. И поверх, вдоль плинтуса, вот так вот, в основном всегда большая часть находок. Так что всегда, как я и всегда рекомендую, шурф осуществлять сначала по большому диаметру фундамента. Прибор я не взял, а то можно было сейчас прозвонить в плинтуса и посмотреть. Ну все, вылазил я из этого места. Неприятные, конечно, но все же показал вам кое-какой фрагмент. А когда, ребята, у вас попадается вот такой вот новый фундамент с бетоном и всем прочим, вы не расстраивайтесь. Это просто обкладывали, заливали старые дома. И зачастую нужно, смотрите, где искать все находки. Вот такая толщина у нас фундамента. Затем такая же идет сруб. И буквально через полметра, находится после вот именно залитого фундамента, идут уже находки. Так что вот так вот не расстраивайтесь, если вы попадете вот на такой вот фундик. Обычно его заливали. А дом в целом так-то старый. Итак, ребят, переехал я с одного места, с шурфа. Как вы видели, там у меня не сдался. И решил я просто-напросто сегодня закончить день поиском именно по полям. Здесь вот в свое время была деревня. И они потом ушли все туда вниз, ближе к речке. Сегодня продолжим именно с нашей тяжелой артиллерией. То есть у нас вступает сегодня макро-рейсер. И посмотрим, что у нас верховая. Земля у нас еще не просохла. Влажная. Возможно, еще находки у нас здесь могут вылезти. Потому что место очень битое. Всем самарчанам оно известно. Практически всегда, когда начинается сезон, здесь снег сходит в первую очередь. И комрады сюда бегают. Между прочим, в этом году уже, когда я еще не начинал свой коп, видел, что здесь копают. Так что сегодня пройдемся здесь. В принципе, площадь огромная. Возможно, что-нибудь еще у нас земля-матушка в этих местах и хранит. Ну, мы постараемся сегодня этот дар найти. Так что, ладно. Сейчас макро-рейсер. Он у меня уже готовый. Стоит. Зарядил я его. И посмотрим, погуляем пару часов. Посмотрим, как у нас здесь будет. Ну, не обещаю, что что-то будет интересное. В край, что здесь у меня было. Это монеты царского Николаевского периода. И большое обилие было калечек. Особенно перстеньки. Так что, думаю, что-нибудь у нас еще сегодня выскочит интересное. А в целом, пойдет. День начался. Все нормально. Итак, ребята. Находка я уже вижу. Потому что я с ней с лопатой поцеловался. Ковырнул два раза. В принципе, глубоко было. Ну, лопат у меня 40. Почти. Ну, на 30. На глубине 30. Вот, на монетка. И я ее лопатой, смотрите, как смятнул. Что это у нас? Две копейки. Советские. 1963 год. Я ожидал, конечно, цариков. Походу, это грибники. Ну, ладно. Находка. Отберем. Красота. Легкий ветерок. На полях птички щебечут. Вон там, вон, коровки даже пасутся. А мы отдыхаем с металлоискателем. Сегодня, повторюсь, будничные дни. Копаю один. Двушечка, которую я лопатой чпокнул. У нас 62-й год. А, нет, 63-й. Так, 63-й. Посмотрим. Так, так, так. Посмотрим, посмотрим. 63-й год. Редких, дорогих нету. Всего-навсего две монеты в 63-м году выпускалось. Копеечка и двушка. Потому что в прайс-листе всего две монеты. Номиналом копейка и две. Как вы видите, себестоимость данной монеты составляет 70 рублей. Вот так вот. 70 рублей. А я ей по лопатой. Вот такой вот монитос. На новом месте, как я переехал, вот такой вот монитос сразу выпал рядом с машиной. Идем дальше. Итак, ребята, вон там, вон у меня двушка. Сюда вот так вот пробежался. Разламывал камушек. И по катушке ударила монета. Монета. Три копейки. Год. Тридцатый. Вот такой вот монетоз. Вот этот уже более-менее радует. И это пока самое древнее на сегодняшний день. Ну, я думаю, еще не вечер. Что-нибудь у нас еще и будет. В целом, продолжаем. Смотрим. Итак, ребят, трешечка. Вот с таким вот зачетным гербом. В принципе, сохранчик. Зачетный. Я ее немного освежил. Тридцатый год. И по себестоимости смотрим в каталоге. Стоит 50 рублей. Забираем. Кручусь я, ребят, все возле машины. Сигналы есть. Но вот такого вот характера сейчас выпала конинка. Ну, вот такая конина, она уже более-менее такого современного вида. То есть, такая толстая. Так что, советики. Советики, пока в изобилии. Ну, ладно. Смотрим. И не переключаемся. А то можете пропустить чего-нибудь эдакое, интересное, как обычно у меня бывает в каждом видеосюжете. Какой-нибудь такой нонсенс. Или же какая-нибудь сенсация все же выстреливает. Вон там, вон где-то у меня шурф был. Всего в этом месте я закладывал два шурфа. И там была, в принципе, классная находка. Очень редкий жетон серебряный. Да здравствует революция 1917 год. Вот. И она очень-очень редкая. В принципе, говорят, очень дорогая. Ну, ладно. Ладно. Думаю, что-нибудь эдакое будет у нас систематически выскакивать. Макро-рэйсер гребет все. В метре, ребят, канину поднял. Здесь вот был сигнал. И нам обнаружил. И это у нас монета. Что за монета, смотрим. Это у нас пятак. А, пятак советский, 61-го года. Блин, блинский. Ну, это пятак не редкий. А, 61-й год. Ну, в принципе, ладно. Че? Монета. Есть. Есть монеты. Вот такой вот вековой. Не, не вековой. А уже сколько? 50 лет вот такому слепку. И монете, естественно, то же самое. Находки есть, но без царей. Смотрим. Итак, ребят, монету я освежил. Это 5 копеек 1961 года. И себестоимость данной монеты всего-навсего 10 рублей. 10 рублей. Ничего особенного. Но как монета, забираем. Вот зарытая ямка. Вот зарытая ямка. Здесь сигнал. И очередная тканина. Возможно, с той же лошадки, которую здесь вот поднял. Возможно, с одной упряжечки. Вот такая тканинка. Забираем. И смотрим. Итак, ходил, бродил. Видел несколько мест, где можно походить было, пошурфить. Вон там он шурфленый вообще. Вот. И, проходя мимо, увидел вот такое вот скопище мусора. Это однозначно здесь был дом. Здесь было уже начато, копано. Я немножко продолжил. Хорошо тем, что здесь всего на штык-лопаты. Глубже не нужно. Потому что, как вы видите, второй штык-лопатой делаешь, и идет вот такой чернозем. Прессованный причем. Это означает, что глубже не нужно. И получается всего на штык-лопаты. Вот такого хлама здесь полно. Все практически верховое. Я не знаю, килограмм десять здесь уже точно есть. Снимать я начал, потому что выскочила монета. Монета желтая. Размером три копейки. Сохран, конечно, убиенный. Даже год посмотреть не могу. Сорок. Сорок что, что ли? Вот такая трешка. Убитая. Зачастую в шурфах именно вот такие вот монеты. И восстанавливать их очень-очень тяжело. Практически невозможно. Болячки становятся кратерами. И уже совсем не то. Ну, в принципе, все. Монету взяли, выкопали, убитая. И все равно забираем. В целом, поковыряю себя здесь, наверное, остаток времени. Ну и посмотрим, что он у нас в целом даст. Первая монета за какие-то... Для кого-то может быть какие-то, а для кого-то уже ого-го. Полчаса я здесь ковыряюсь. Вот, наковырял всего-навсего. Наверное, полтора на полтора. И только монета выпала. Ладно. Продолжаем. Удивлять. Шурф всегда может. Так что продолжаем до последнего. Трешка. Трешка 52-го. Почистил я ее. И оказывается, это у нас 52-й год. По каталоге числится как 30 рублей. Вот такой вот у нас в принципе неплохой. Почистится. Болячик нету. это просто грязь. Так что будет. Восстановим хорошая монета. Итак, ребят, сигнальчик был. Но выкопал вот такую бутылку. Бутылка старая. Надписи нету. Но по горлышку можно определить, что это у нас время древнее, царское. Вот такие вот бутылочки были целые микстурные. Зачетно. Сколов нету. Трещин нет. Значит, забираем. Но сигнал был. Я его все-таки добил. И это у меня снова советская монета. Снова трешка. Сохранчик получше. Может быть, даже и год разглядим. хотя вряд ли. То ли 57-й, то ли 37-й. Но герб у нас 57-го. Ладно, забираем. Трешечка за трешечкой выходит. Прям с этого места. Зачетно. Продолжаем. Итак, ребят, монету я почистил. Оказалось, это не 37-й, не 57-й, а 55-й год. Трешка. Себестоимость данной монеты составляет всего-навсего 30 рублей. Поехали дальше. Продолжаю свой шурфет. Оттуда убежал сюда. Был сигнальчик звонкий. И у нас это обломок большого креста. Мужской нательный крест. обломанной с обратной стороны у нас молитва. Но, к сожалению, она то ли со временем стерлась, или же он такой был. Не знаю. Первый раз такой вижу, чтобы с одной стороны крест был четкий, а с обратной стороны лысый. Но забираем. Нельзя такие находки оставлять. Цветные стекляшки здесь такие. Между прочим, были осколки китайского фарфора. Любопытно. В советское время, тем более 50-е, китайский фарфор в принципе был, наверное, дорогой. Так что продолжаем на этом шурфе ковыряться и посмотрим, что у нас будет в конце дня. Итак, был сигнальчик невнятный, слабенький, но вытащил вот такое колечко. Колечко, наверное, медное и вот с таким вот камушком. Тоненькое, маленькое колечко. Начнешь поправлять, наверное, сломается. Ну, ладно, пусть такое вот кривое, но заберем. Да, кстати, еще макро рейсером тоже тоненькое колечко подымал. Я его не снимал, но факт в том, что такое маленькое колечко на такой глубине я его поднял. Ну, ладно, ладно. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой сегодняшний выход. В принципе, покопали, грубо говоря, открыли сезон второй раз, то есть сегодня мы открыли именно сезон с шурфом. Сегодня весь день шурфили. Сначала в одном месте у нас там не задалось, потом в другом и, в принципе, весь день провели на шурфе. По находкам в принципе ничего особенного, советики даже вам показывать не будут, но я их все равно выложил на капот машины, как вы видите, вот лежат, но единственное, что зачетно, это вот такая вот корона. Офигенная вещица. Не знаю, на самом деле это корона или что, хотел бы от вас услышать, но она, знаете, цвет латунь, или же все-таки медь, не знаю, но маленькая, наверное, может на женскую головку. Вот такая вот, поближе я вам поднесу ее, вот такая вот хреновина, хотя на капоте, наверное, будет лучше видно. Сейчас я вернусь к ней в конце. Но шурф я свой, как вы увидите, вон, прикопал, никаких ям я после себя не оставляю, так что не надо, некоторые там пишут, ямки закапываю за собой. Ямки я всегда закапываю за собой, даже приходится иногда за чужими камрадами прикапывать, так что не говорите, что я не закапываю, абсолютно всегда и везде. Даже бывает тяжело, бывает, но что ж поделать, как раскопал, так и закопай, потому что у нас вон коровки пасутся и могут ногу надломать, и потом тебе хозяева этих коровок надломают ноги. Ну, а сейчас давайте вернемся к этой короне и посмотрим, что у нас это за корона такая, интересный довольно-таки там рисунок имеется, но сейчас поближе все покажу и расскажу. А корона, ребят, вот такая вот, смотрите, здесь имеется окисел очень сильный и имеется рисунок вот такого вот характера. Ну, не знаю, очень сильно окислилась, что из-за лабуда, не знаю, и она вот разбирается, то ли удлиняется, то ли что по размеру головы не знаю, кто знает, может, древнегреческая какая-нибудь корона, как-никак у нас здесь булгары тусовали. Ну, по монетам все банально, советики, шмурдяк и бутылочка. Работал у нас сегодня на шурфе Аська 250, а по полям мы прошлись именно с тяжелой, как говорится, артиллерией, макрорейсер с большой катушкой. Вот такие, ребят, красоты у нас. Ходим, бродим, сопки Жигулевских гор еще до сих пор в снегу, так что снег только растаял и мы уже на коп. Да, кстати, сегодня я буду бриться, потому что уже очень жарко. Немножко отращивал я его зимой, вот, как бы грело. сейчас мне придется принять ванну и вот эту вот себя волосатость конечно уберем и будем молоденькие, лет на 10 помолодеем. Так что давайте, на этом я и буду заканчивать свой видеокоп. Надеюсь, понравилось, хотя с находками не особо интересно получилось, но все же это у нас первый шурф в этом сезоне. Я думаю, заслуживаю палец кверху, то что шурфить наверное еще никто не шурфит из камрадов, потому что снег только сошел и все ходят выискивают верховые, а я же уже зашурфился. Так что вот так вот. Шурфую в основном у нас летом, когда жарко, когда травка поднимается высоко и уже с находками бывает тяжело. Ну, на этом и все. Всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok